События, мнения, комментарии, последние новости региона. Все это в нашем информационном выпуске. В студии Ксения Садова. Здравствуйте. Подводим итоги этого дня. В этом выпуске расскажем, какую помощь администрация Владимирской области оказывает нашим резервистам в зоне специальной военной операции. Как Центр космической связи встречает юбилей, как во Владимире писали этнографический диктант. Своих не бросаем. Владимирская область регулярно отправляет дополнительную помощь нашим резервистам на Донбасс. Специальный представитель главы региона в отмобилизованных формированиях доложил губернатору Александру Авдееву, что все необходимое доставлено. Подробности в нашем материале. В опорные пункты и в тыл нашим ребятам доставили и передали важный груз. Основной упор в сборе помощи сделали на сезонные вещи. Первое формирование резервистов полностью обеспечили резиновыми сапогами. Особенно благодарны бойцы за 20 компактных печек. В зоне проведения спецоперации с их помощью отапливают полевые лагеря. Специальный представитель главы региона в отмобилизованных формированиях доложил губернатору. В списке отправленной помощи десятки позиций. Коттлы, алюминиевые, конистер-пластиковые насосы для подкачки воды со всеми комплексными соединениями. Лекарства доставили? Лекарства доставлены. Полностью по реестру. Упор сделан на противоэпидемическую и противовоспалительную группу. Полевой медицинский пункт развернут. Наши врачи из областной клинической больницы, призванные для мобилизации. Из пятой больницы работают очень успешно, оказывают медицинскую помощь полиции. В том числе я хочу обратить внимание на позиции, которые мне тоже в полковом медицинском пункте. В пункты временной дислокации мобилизованных доставлены и теплые вещи. Здесь развернута полевая кухня. Для сослуживцев готовят сами мобилизованные. От имени бойцов первого формирования привез благодарность жителям, благодарность администрации. Не стесняясь, говорили работу администрации, благодаря работу администрации. Причем высказывали даже огромное спасибо ряду муниципалитетов наших. Кроме того, настроение бодрое, боевой дух стойкий. Считаю, что данную работу следует продолжать. В зону специальной военной операции отправился уже второй эшелон резервистов из Владимирской области. Губернатор Александр Авдеев поручил в срочном порядке готовить дополнительную помощь и для них. Надо также срочно формировать груз для отправки туда, а также технику, автомобили, квадроцикл и те потребности, которые необходимы, исходя из той позиции, которую они занимают, из того рельефа местности и окружающей обстановки. Поэтому надо сейчас постараться максимально быстро связаться с командирами второго формирования и как можно быстрее сформировать груз, который туда отправить им на поддержку. Александр Авдеев заверил, Владимирская область не реже одного раза в неделю будет отправлять на передовую грузы дополнительной помощи. В прифронтовой полосе подготовлено полковое складское помещение. Необходимо не только использовать полковой склад для того, чтобы формировать запасы, но и так, чтобы наши бойцы получали в том числе адресные посылки в случае необходимости из района, от родных. И надо использовать наших коллег в прихроничной области для того, чтобы это все находилось под охраной. Всем семьям резервистов передали адрес воинской части, по которому можно отправлять посылки. Глава региона подчеркнул, мобилизованные получат все, что им пришлют из дома. Игорь Липский и Андрей Беляков. Во Владимирской области помощь оказывают и семьи мобилизованных. Для них в городах открылись специальные центры. В них можно бесплатно получить консультации юристов. С родственниками работают и сотрудники социальных служб. В центрах также можно бесплатно получить помощь психолога. Специалисты банковской сферы объясняют, как получить отсрочку по оплате кредитов. Семьи, которые испытывают финансовые трудности, могут рассчитывать на гуманитарную помощь. Такой вид поддержки оказывается во всех муниципалитетах области. На базе центра оказываются различные консультационные, социальные, коммерческие. Те же самые продуктовые наборы – это тоже помощь, определенная семьям. И такие случаи были денежные. В любом случае денежные оказывается. Практически все, что у людей накопилось, какие боли или что-то проблемы, все здесь решается. В том числе и по детям, которые проходят обучение в образовательных учреждениях. Продолжаем выпуск. Бесперебойная работа эфирного и спутникового телевидения, мобильная связь и широкополосный интернет. Завтра Федеральный центр космической связи отметит 55-летний юбилей. Один из важнейших телепортов предприятия находится во Владимирской области. Станция спутниковой связи в Гусь-Хрустальном районе передает сигнал в самые отдаленные уголки Сибири и Дальнего Востока. Как обеспечивают качественное телевещание, наблюдала Оксана Любимова. Это центральная аппаратная Владимирской станции спутниковой связи. С помощью десятков мониторов диспетчеры в режиме реального времени следят за качеством вещания всех эфирных и спутниковых телеканалов. Приемные станции транслируют спутниковый сигнал на сеть наземных передатчиков по всей стране. Первая картинка – сигнал, который приходит к нам по волоконным и оптическим линиям связи. И тут же параллельно контролируется сигнал, который принимается со спутника. Сравнивается. И если получается разница, значит что-то тут не так. То есть должна быть идентичная картинка, только с задержкой на 0,3 секунды этот сигнал передается на спутник и со спутника. Специальное оборудование и сигнализация позволяют заметить даже секундный сбой. Диспетчеры сразу корректируют передачу сигнала. Главная задача – максимально быстро устранить неисправность, чтобы зрители у экранов получили качественную телевизионную картинку. Вот сейчас работы проводились на ЦК «Шабловка» в техническом центре. Но это плановая работа. Небольшой подрывчик прошел. Вот они могли видеть, ваши коллеги, как это все произошло. Эта картинка распространяется на все регионы России. И люди как бы без картинки испытывают неудобства. Владимирская станция – это самый старший из пяти телепортов федерального предприятия «Космическая связь». Работает больше 50 лет. 21 параболическая антенна обеспечивает не только передачу телесигнала до Урала, Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Это еще и широкополосный интернет в отдаленных уголках страны и мобильная связь на морских судах. Владимирские антенны всегда готовы передать сигнал в случае неисправности в других филиалах космического центра. Если, допустим, какой-то ЦКС в Сколково или Медвежьих озерах испытывает какие-то проблемы с передачей сигналов, с погодой, по каким-то другим причинам, мы всегда можем прийти на помощь, подхватить сигнал, чтобы не было перерыва, и потребитель или заказчик не почувствует никакой разницы. Среди перспективных направлений развития станции работа над совмещением мобильной и спутниковой связи. В будущем это должно значительно расширить возможности пользователей смартфонов, особенно в удаленных населенных пунктах. Оксана Любимова и Андрей Беляков. К другим новостям. Председатель законодательного собрания провел прием граждан. Владимир Киселев отмечает, многие вопросы, с которыми обращаются жители, находятся на стыке законов. Юристы трактуют их по-разному. Чтобы помочь человеку, иногда нужно найти способ, чтобы обратить законодательство в его пользу. Наталья Александрова, многодетная мама, просит поддержать семейный дом детского творчества в селе Архангел Меленковского района. Многодетная семья открыла, как они говорят, школу в этом селе. Но, по сути, получается, что это клуб по интересам или учреждение, даже не учреждение, наверное, а вот этот клуб по интересам дополнительного образования детей. И они обратились с просьбой помочь им сделать государственную агредитацию и получать денежные средства на оплату педагогов. Но, к сожалению, на сегодняшний день это невозможно, если они не занимаются обучением детей по основной программе среднего образования. У них фактически дополнительная программа. Но мы договорились о том, что можно попробовать на их базе открыть частный детский сад уже с государственным или муниципальным заданием. Илья Ешенков просит помочь в создании трассы для соревнований по автокроссу. Построить ее планируют рядом с поселком Колокша. Но разрешение энтузиасты получить не могут. Участок относится к землям сельхозназначения. Обратились ребята-спортсмены, занимаются автомобильными гонками. Им необходим земельный участок для того, чтобы сделать вот этот автомобильный полигон и там устраивать соревнования. Ну, решаем этот вопрос. Я думаю, постараемся с кем-то из глав администрации этот вопрос решить. 10 ноября завершится финальный этап всероссийского конкурса «Народный участковый». Владимирская область представляет сотрудник полиции из Петушинского района. Победителя федерального конкурса определят по результатам онлайн-голосования. Все подробности Ольги Ельфимовой. Участились в случае мошенничества с банковскими картами. Пожалуйста, возьмите памятку, ознакомьтесь и не переводите денежные средства злоумышленникам. Вячеславу всего 25. На службу в органы пришел сразу после колледжа и уже пять лет работает участковым. Один на три с половиной тысячи человек. На плечах молодого парня. Большая ответственность, скандалы в семье, телефонные мошенники, пьяницы, дебоширы. И за дня в день участковому приходится работать в непростых ситуациях, где к каждому нужен индивидуальный подход. Вообще, как психолог, в большинстве случаев, я пытаюсь выявить не только, как говорится, карательный орган, именно наказать человека. Я пытаюсь выяснить, по какой причине все это происходит, что является для человека так называемым триггером. То есть, что для него является раздражением, раздражителем. И данный, получается, раздражитель пытаюсь как-то устранить. В профессию парень пришел не случайно. В органах внутренних дел работал его дедушка и был примером для подражания. Поэтому семья Вячеслава и его решение стать полицейским сразу поддержала. Когда он заговорил о том, что хочет продолжить дело своего дедушки, я, конечно же, только обрадовалась. Но это, конечно же, очень трудно. Я всегда переживаю. Но ему эта работа очень нравится. Он на работу ходит с удовольствием. Люди его уважают. Хорошо о нем отзываются. А что еще нужно? Лучшим показателем своей работы Вячеслав считает благодарность людей. А его коллеги добавляют, что профессионализм старшего лейтенанта доказывает и высокий процент раскрываемости преступлений. Главным его качеством считаю честность, целеустремленность, принципиальность и ответственность. Вячеслав Евгеньевич постоянно работает над повышением своей профессиональной грамотности. На обслуживаемом участке пользуется авторитетом, доверием и уважением среди населения. В конкурсе «Народный участковый» Вячеслав уже стал лучшим в области. В онлайн-голосовании его поддержали больше 6 тысяч человек. Теперь ему предстоит состязание на всероссийском уровне. Поддержать нашего земляка и отдать за него свой голос можно на сайте. Голосование до 10 ноября или по специальному QR-коду. Если Вячеслав победит, то он сможет принять участие в торжественной церемонии в честь Дня участковых уполномоченных полиции в Москве. Сегодня в России стартовала международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Его написали тысячи людей по всей стране, в том числе и в нашем регионе. Диктант приурочен ко Дню народного единства. Он был организован на площадке областной научной библиотеки. Проверить свои знания мог любой желающий. Наши корреспонденты продолжат тему. Тот случай, когда списывать не нужно, а за ошибку ругать никто не будет. Цель диктанта – привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов России. Я участвую первый раз. И это достаточно волнительно, очень увлекательно. Необходимо проводить такие просветительские акции, чтобы люди больше познавали, нового узнавали про другие народы. Это очень интересно для России. Ну, и не то, что читала, но я смотрела в интернете, какие могут быть вопросы. Так поверхностно. Ну, так прям неуглубленно. Люди должны понимать, как живут и другие люди, и народы, и не только наши страны. Как сравнить можно было. Диктант представляет собой тест с четырьмя вариантами ответов. Всего в нем 30 вопросов о культурном и историческом многообразии России. Причем 10 из них уникальные для каждого региона. На выполнение задания 45 минут. Большой этнографический диктант проводится уже в седьмой раз. С каждым годом интерес к нему растет. Я вот смотрю, уже 2,5 миллиона. Начиналось с 92 тысяч, да, и сейчас уже 2,5 миллиона задействованы в этом процессе. И сейчас реально есть очень большой интерес, вы видите, по внутреннему туризму, по всему, к своей стране. Поэтому я думаю, что это очень важное мероприятие. Написать диктант можно и в онлайн-формате. Задания размещены на специальном сайте. Акция продлится до 8 ноября. Она проходит под лозунгом «Народов много, страна одна». Считаю, что акция уникальна. Она имеет очень большое значение. Потому что знание и погружение в историю, в обычаи, культуру тех, кто живет рядом, наших народов Российской Федерации, очень важно. Потому что порой именно незнание и недопонимание рождает недоверие и недопонимание в межнациональных отношениях и неприятие. Этнографический диктант «Акция международная» задания выполняют не только на русском, но еще на английском, испанском и китайском языках. Правильные ответы на сайте акции будут опубликованы до 11 ноября. А результаты этнографического диктанта подведут и огласят ко дню Конституции. Александр Инин, Ольга Ельфимова и Олег Ван.